Всем здравствуйте, это Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. Сегодня я вам покажу самую простенькую схему ОВР, собранную всего лишь на одном контактере. К этому видео внизу есть ссылка на статью, где подробно нарисована эта схема и рассказано подробно в принципе ее действия. Эту схему я решил собрать на своем стенде, так как у меня имеется два источника питания и продемонстрировать ее работу. Итак, что у нас имеется? У меня есть основной ввод. Фаза и ноль. У меня есть резервный ввод. Фаза и ноль. Нули обоих вводов у меня соединены в одной точке. Схему посмотрите в статье. Далее, на каждый ввод я устанавливаю однополюсный автомат. В данном случае на 6 А, так как нагрузка у меня всего лишь лампа. То есть, вот это автомат, водной автомат основного ввода, а это резервный автомат резервного ввода. Далее собрал схему пускателя. Для этого использовал дополнительную приставку ПКЛ-22, про которую я рассказывал в статье про магнитный пускатель. Что-то плохо видно. То есть, для размножения контактов она устанавливается поверх пускателя в специальные пазы и получается уже не 4 пары контактов, а 8. То есть, открытые и закрытые. Для световой индикации работы АВР установлены светодиодные лампы типа СКЛ на 220 вольт. То есть, они не требуют установки дополнительного сопротивления, добавочного сопротивления. Кстати, раньше вот мы использовали вместо лампы СКЛ, вот этих беленьких, использовали вот такую вот приставку. То есть, видите, это арматура под лампу 24 вольта и к ней устанавливается дополнительное сопротивление, или добавочное сопротивление на 4 кОм, 4,8, 2 по 2,4. Сейчас мы от этого хозяйства уходим на светодиодную лампу СКЛ. Так, это я немножко отвлекся. Итак, и в качестве нагрузки я подключил розетку, в которую включена вот настольная лампа. Итак, автоматы, водные автоматы, как основного, так и резервного ввода, должны быть включены. Включаем. Далее подаем напряжение на основной ввод. Видите, зеленая лампа загорелась, пускатель подтянулся, сработал. На основном вводе напряжение 220 вольт, предел 260 и стрелка пока за 50. Так, и подаем напряжение на резервный ввод. В принципе, это можно было сделать одновременно. Вот резервный ввод, то есть предел 260, тут 50 с небольшим. Вот вы видите, это вольтметр основного ввода, напряжение показывает. Это напряжение резервного ввода. Лампа горит. То есть нагрузка включена. Давайте сымитируем пропадание напряжения на основном вводе. Что у нас произойдет. Смотрим. Вот ключик. Отключаю напряжение основного ввода. Смотрим. То есть лампа не погасла. Вот эта лампа. Контактор отключился. Впускатель, вернее, отключился. Это видно вот по лампе, по красной. То есть сейчас лампа запитана с резервного ввода. Ну давайте еще раз. То есть если сейчас я снова... Видите, напряжение на основном ноль. Схема питается от резервного ввода. Сейчас можно восстановить питание. Предположим, что это было кратковременное отключение. И напряжение на основном вводе снова появилось. Смотрим. То есть схема переключилась снова на основной ввод. Ну давайте еще раз. Сымитируем пропадание основного ввода. То есть в принципе лампа даже не моргает. Все. Схема переключилась. Горит красный светодиод. Вот так вот работает самая простая схема VR. Собрана на одном контакторе или пускателе. То есть в принципе ничего для этого особо не требуется. Два вводных автомата. Два вводных автомата. Контактор или пускатель. Две сигнальные лампы. Вот нагрузка. И нулевая шинка. У меня в данном случае она отсутствует. Если есть вопросы, задавайте мне их. Буду рад вам помочь. Все. До скорых встреч. С вами был Дмитрий. Автор сайта Заметки Электрика.